Вот вода, которая вчера пришла к нам на очистные сооружения для очистки. Но это самое начало. Дней через 7-10 мы ждем пик паводка. И тогда на очистные сооружения приходит вода вот такого качества. А мы должны получить питьевую воду. Разница заметна, да? Паводок паводку рознь, считает начальник аналитической лаборатории водоканала. Но какая бы вода ни приходилась с реки, после очистных сооружений выходит иная, высокого качества. Единственное, в половодье может немного измениться цвет живительной влаги и ее запах. Чтобы убить вредные микроорганизмы, приходится тратить больше хлора. Обычно в сутки его требуется 300 килограммов, а в паводок больше тонны. Это не опасно. Хлор — это наиболее надежный дезинфицирующий реагент, который позволяет обеспечить непосредственно дезинфекцию питьевой воды в том виде, в котором это требуется. Кроме хлора растет расход флакулянта. Пока вода из водозабора поднимается на очистные, этот реагент связывает примеси в воде в крупные хлопья. Чтобы стать питьевой, H2O прогоняют через фильтры специальные бетонные бассейны с песком, который задерживает остатки связанных флакулянтом частичек. Отсюда в воде прямая дорога к потребителям. В паводок нагрузка на фильтры увеличивается, промывать их приходится чаще. Если мы зимой работаем с фильтром 48 часов, то фильтр мы моем раз в 2 суток, то в паводок мы входим на работу раз в 2. Прибавятся работы у сотрудников аналитической лаборатории. Сейчас в день здесь анализируют 500 проб питьевой воды из различных точек городского водопровода. Но в пик разлива реки число проверок увеличится в два раза. При этом оценивать живительную влагу будут аж по 54 параметрам. Тем, кто чувствителен к хлору, водоканали советуют во время паводка воду из-под крана отстаивать. Хлор улетучивается уже через 2-3 часа. А если вы полагаетесь на бытовой фильтр, говорят в лаборатории, меняйте его как можно чаще, особенно в паводок. Алексей Янкин, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...